На стадион «Металлург» одна за другой въезжают свыше десятка спецмашин. По легенде, во время футбольного матча на одном из секторов произошел взрыв. Обрушилась трибуна. Пострадавших свыше полусотни. Около 30 человек под завалами. Волга 12-м. Ты Волга на приеме. К месту условной чрезвычайной ситуации необходимы все службы жизнеобеспечения. Через ЕДДС к месту необходимы автобусы в количестве 5 единиц. Есть спецтехника, кран, бульдозер. Пожарные, спасатели, полиция, медики на ликвидацию последствий условного ЧП стянуты все службы. Главная задача учения – отработать схемы взаимодействия, чтобы в реальной ситуации сработать быстро и слаженно. Когда имеется завал, у нас имеется различный гидравлический аварийно-спасательный инструмент. То есть где-то откусить, где-то приподнять, разжать и так далее. Работа спасателей – это разбор завалов с умеющимся инструментом и вынос на носилки найденных пострадавших. Задачу аварийно-спасательным службам усложняют новые данные, которые то и дело появляются в сценарии условного ЧП. Специалисты объясняют – когда трагедия случилась, в первые минуты нет никакой сопутствующей информации. После проведения первых мероприятий по разведке эта информация появляется и начинаются дополнительные требования по привлечению сил и средств. Это может быть или дополнительная инженерная техника, если это сложный характер завалов. Это привлечение кинологических расчетов, если необходим поиск людей. Это мобильный узел связи. Такая машина выезжает на все крупные ЧП. Ее задача – обеспечить связь в любой ситуации при любых условиях. Здесь мы можем видеть различные рации, взаимодействие с флотом и с авиацией. Интернет обеспечивает спутниковая антенна. Здесь есть телефон и оборудование для видеоконференций. Командно-штабные учения в Самаре плановые. Объект – стадион. Выбрали в виду грядущего чемпионата мира по футболу. Сегодня все службы с задачей справились. Это уже второй этап учений. На первом тестировали знания теории. На третьем этапе проверят готовность гражданской обороны. Насколько быстро самарские предприятия способны перейти с мирных рельс на военные. Закончится учение 24 ноября.